Сегодня мы познакомим вас с самой процветающей страной в мире. Здесь богатейшая и разнообразная природа, огромный запас энергоресурсов и их разумное освоение делают жителей чрезвычайно обеспеченной нацией. По закону любой житель страны и ее гость имеет право без препятственного прохода ко всем природным ресурсам без ограничений, как в лесу, так и на море. Вы можете гулять плавать везде, где пожелаете. Практически 100% населения подключено к высокоскоростному интернету. У четырех из пяти жителей этой страны есть свой катер или хотя бы лодка. Вырубка лесов не ведется вообще. Увидеть мусор, валяющийся где-нибудь на земле, в городах попросту нереально. На проселочных дорогах часто стоят столы с овощами и фруктами, а рядом ценник и баночка для денег. Сколько взял, столько и положил купюр. Никто не следит. Обманывать тут попросту не принято. Бензин стоит дороже, чем где-либо в мире. Цены на бензин в этой стране растут из года в год. Грабежи или убийства события национального масштаба. Такие тяжелые преступления здесь исчезающая редкость. Страна занимает первое место в мире по количеству электромобилей на душу населения. С 2009 года это государство – бессменный лидер индекса человеческого развития. Показатели ежегодно рассчитываемого ООН для сравнения в разных странах. Уровня жизни, покупательная способность, ее продолжительности и образованности населения. Днем многие дома даже не запираются. За исключением, понятно, больших городов, где много приезжих. Здесь самый низкий показатель повторного осуждения – 20% среди освобожденных заключенных в мире. Эта страна занимает первое место на планете по количеству ежедневно выпускаемых газет на одного жителя страны. В стране около полумиллиона озер разных размеров. Солнце, дождь, ветры и туманы часто меняются с космическими скоростями. Жители даже шутят. Не нравится наша погода? Тогда подождите 15 минут. Люди здесь не собирают дары леса, не разбираются в грибах и ягодах. Не знают свойств трав. В урожайный год грибов бывает столько, что за 2-3 часа один человек может собрать 100-литровый мешок отборных белых грибов. Встретить на улицах просящих милостыню почти невозможно. Исключением бывают только большие города. И почти всегда это кто-то из иммигрантов. Получить весьма крупный кредит в банке по 3-4% годовых совсем не сложно. Вообще, все сделано ради человека. Можно спланировать свою жизнь на 10 лет вперед, включая любые расходы и продвижения по карьере. И план сбудется. Это Норвегия. Признана самой процветающей страной мира согласно рейтингу Legatum. Этот рейтинг ежегодно с 2007 года составляет британский аналитический центр международной инвестиционной группы. Уровень процветания стран в нем оценивается на основании дохода и благосостояния населения. Рейтинг рассчитывается для 149 государств. Охватывает 96% населения Земли и 99% мирового ВВП. Авторы исследования считают, что в последние годы глобальное процветание улучшается. Но разрыв между сильнейшими и слабейшими странами увеличивается. Оценка стран велась по 12 категориям. Экономика, образование, предпринимательство, государственное управление, здоровье, инвестиционный климат, условия жизни, доступ к рынку и инфраструктура, окружающая среда, личная свобода, безопасность, социальный капитал. При этом учитывались 300 всевозможных факторов. Норвегия занимает третье место по экономическому развитию, пятое – по уровню здравоохранения и образования, седьмое – по развитию института власти и второе – по личной свободе. Общая сумма баллов позволила Норвегии в очередной раз официально стать самой процветающей страной в мире. Норвегии не помешали неснижению цены основы ее благосостояния – нефти, не вызванное этим падение курса кроны относительно основных мировых валют. Многие страны богаты, но что отличает Норвегию и несколько других стран – это правильное распределение этого богатства. Очень важно не забывать, что наше богатство должно быть всем на благо. Небольшое различие в уровне заработной платы является еще одной причиной того, что Норвегия заняла первое место. Разница между самыми высокооплачиваемыми и самыми низкооплачиваемыми сотрудниками гораздо ниже, чем во многих других странах. Также в стране высокий уровень занятости как среди мужчин, так и среди женщин. Норвегия – это северная страна с суровым климатом. Славится высоким уровнем жизни, сравнительно легко выдерживает мировой финансовый кризис. Ее экономика устойчива, максимально экологична и показывает положительную динамику. Здесь очень чистая вода и незагрязненный свежий воздух. А стандарты безопасности промышленных предприятий Норвегии настолько высоки, что считаются одними из лучших в мире. Почему же Норвегия – настолько богатая страна? Один триллион долларов – это важный рубеж. Так прокомментировал глава суверенного фонда Норвегии Ингвеслингстад тот факт, что размер уверенного ему фонда достиг этой астрономической суммы. Один триллион – таковой на 19 сентября 2017 года была стоимость всех активов, которые принадлежат фонду, в который норвежское государство ежегодно отчисляет часть своих доходов от продажи нефти и газа. Сами норвежцы иногда попросту называют его «нефтяным фондом». Он является крупнейшим суверенным фондом мира. Следующий крупный стабилизационный фонд Объединенных Арабских Эмиратов примерно на 15% меньше. Фонд национального благосостояния России меньше норвежского собрата примерно в 10 раз. До того, как в 1969 году было найдено нефтяное месторождение, рыбацкий городок Ставангер в течение многих десятилетий был центром добычи сельги, которая неожиданно исчезла вместе с снижением улова после 1870 года. Ставангер, как и вся Норвегия, остался с огромным флотом деревянных парусных судов и сельскохозяйственной экономикой, которая скоро стала значительно отставать от своих соседей с быстро развивающейся промышленностью. Однако нефть изменила все. В 1960 году уровень жизни в Норвегии был на 30 или 40% ниже, чем в Швеции или Дании. Сейчас уровень жизни в Норвегии существенно выше, чем в этих двух странах. Сейчас в Северном море работают 70 нефтяных платформ. Большинство из них принадлежит норвежским государственным нефтяным компаниям или иностранным консессионерам. Бурение и добыча требуют вспомогательной деятельности, которая затрагивает практически все отрасли и, как прилив, поднимает остальную часть экономики страны. Норвежская нефтяная промышленность сделала богатым 5 миллионы населения страны. Астрономическая сумма накопленных денег в 1 триллион долларов является далеко не просто цифрой в бухгалтерии Банка Норвегии, в структуру которого формально входит нефтяной фонд. Главная и единственная цель фонда – за счет нынешних сверхдоходов от продажи сырья обеспечить финансовое благополучие будущих поколений. Ибо никаких иллюзий о бесконечности потока нефтедолларов в Осло не питают, как значится буквально в одной из первых фраз на официальном сайте. Нефть однажды закончится, но доходы фонда продолжат приносить пользу населению Норвегии. В итоге, с учетом численности населения страны в 5,3 миллиона человек, на каждого норвежца сейчас приходится доля фонда в размере 193 тысяч долларов. И все это примерно за 20 лет существования фонда. Понимание небесконечности нефтяного рая пришло к норвежцам в 1990-е годы. Первые отчисления из бюджета были осуществлены в 1996 году, а с 1998 года ведется история прибыльности. С тех пор фонд рос в среднем на 5,9% в год, при вычете инфляции и расходов на управление на 4%. Обращать на себя внимание то, что во время последнего мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, активы фонда существенно не уменьшались. При этом большинство нефтяных стран были тогда вынуждены воспользоваться деньгами будущих поколений и своих суверенных фондов. Так что, например, в России и Казахстане активы фондов уменьшились в разы, и эксперты даже серьезно опасались их полного исчерпания. В итоге сегодня норвежский фонд управляет огромной суммой, вложенной более чем в 9 тысяч акций, облигаций и объектов недвижимости. Причем инвестиционный портфель фонда полностью открыт, и с ним может ознакомиться любой желающий. Наибольшую часть денег, около 65%, управляющие фонда не побоялись вложить в акции по всему миру. В портфеле можно найти все ведущие фирмы из новой интернет-экономики – Google, Amazon и другие. В фонде и не скрывают, что феноменального объема он достиг именно благодаря взлету фондовых рынков в последние два десятилетия. Численность населения страны немногим превышает 5 миллионов человек. Плотность населения невелика. Центральная и северная части страны практически пустуют, острова частично необитаемы. Занятость населения очень высока. Порядка три четверти граждан страны имеют постоянную работу. О высоком развитии экономики и отличном качестве жизни говорит возросшая продолжительная жизни людей, составляющая в среднем 82 года. Стараясь максимально поддерживать высокий уровень жизни людей, норвежский рынок труда постоянно увеличивает количество рабочих мест и дополнительных мест для трудоустройства, открывая малые предприятия. Страна неустанно заботится о получении гражданами высшего образования и имеет наименьшие в Европе показатели по безработице. Норвегия – один из европейских лидеров по нефтедобыче. Общечистый денежный поток от нефтяной промышленности за 2019 год правительство оценивает в 226 миллиардов 500 миллионов долларов. В отличие от России, у страны низкие показатели коррупции, высокий уровень жизни. Норвегия занимает верхнюю строчку в рейтинге стран с самым счастливым населением. Некоторые считают, что нефть – это проклятие для экономики страны. Однако Норвегия, по всей видимости, исключение. Здесь демократия и при этом Норвегия – один из лидеров по экспорту нефти. Одна из основных причин заключается в том, что Норвегия была развитой демократии еще до того, как стали добывать нефть. Норвежцы построили правовое государство, и на этом этапе повезло с политическим руководством. Оно следило, чтобы процесс принятия решений был прозрачен, чтобы было понятно, кто получает лицензии и как это контролировать. Это предсказуемая, хорошая система, поскольку она сокращает возможности для коррупции. На сегодняшний день, учитывая мировой кризис в нефтяной отрасли, страна интенсивно занялась развитием прочих отраслей экономики. Помимо добычи углеводородов и энергетики, это кораблестроение и металлургия, лесная промышленность, целлюлозно-бумажное производство, сельское хозяйство и рыболовство также являются традиционными сферами для Норвегии. Помимо этого, страна развивает строительство, наукоемкие и инновационные отрасли, космонавтику, компьютерные технологии и сферу образования, что также нельзя сбрасывать со счета. Средняя заработная плата в Норвегии позволяет прожить вполне на достойном уровне. В 2019 году средняя зарплата человека, работающего на территории Норвегии, составила 4400 евро. Хоть налоговая система Норвегии считается весьма лояльной, многих иностранцев, приезжающих в эту страну с целью трудоустройства, просто поражают размеры необходимых налоговых выплат. Так что мигранту, приехавшему работать в Норвегию, необходимо сразу готовиться к тому, что из его заработной платы будет отчисляться примерно половина его заработка на выплату налогов. Высокий уровень жизни и хорошие заработные платы привлекают в Норвегию огромное количество трудовых мигрантов. Однако устроиться в этой стране не так-то просто. То, что она не является членом ЕС, создает сложности с трудоустройством даже для европейцев. Рынок труда Норвегии, по большому счету, закрыт для иностранцев и жестко регулируется государством. В Норвегии, стабильной и богатой стране, государство способствует разумному и справедливому распределению доходов, получаемых от продажи углеводородов. Именно поэтому экономика страны на фоне мирового финансового кризиса даже в перспективе выглядит довольно оптимистично. Поддерживая высокий уровень жизни среди своих граждан и активно препятствуя миграционному давлению, с недавних пор охватившему всю Европу, Норвегия является одним из лидеров по производству энергоносителей. Гидроэлектростанции страны, с пользой использующей падение воды множество местных водопадов, а также рациональное применение энергии ветра и солнечных лучей, позволяют Норвегии постоянно наращивать экспорт электричества соседним странам с хорошей пользой для себя. Все эти факторы являются несомненным залогом успеха, стабильности и процветания экономики страны. А если задаться вопросом, почему Норвегия столь эффективно управляет своим нефтяным богатством, то ответ лежит в истории страны. В Норвегии очень сильные традиции равенства, которые восходят к эпохе викингов, когда группы свободных людей объединились под началом харизматичного лидера, чтобы принять участие в морских торговых и рейдовых экспедициях, а затем честно разделить прибыль. Субтитры создавал DimaTorzok